Всем привет! Наконец-то я опять с вами. Я очень рада, что сегодня опять я буду с вами готовить. Для начала хочу сказать, уже сегодня 11 день моего похудения, как я перешла на раздельную диету. Сейчас я каждый день делаю гимнастику. Пока еще по 3-5 раз, но уже сдвиги есть. Что касается моего веса, вес уходит, я это вижу. Но взвешусь я уже конкретно и запишу, как я говорила, как пройдет только 2 недели. Мне хотелось бы знать точно, сколько за 2 недели я сбросила. Но несколько килограмм у меня уже ушло. Что касается объема талии, то талия у меня еще пока не уходит. Но моя конструкция такая, что я худею с конечностей начинаю, так как я это уже худела не раз. И обычно у меня уходит жир сначала с рук, с ног, и потом уже в последнюю очередь у меня уходит живот, талия. Поэтому я не тороплю события, не переживаю по этому поводу. Я знаю, что все уйдет. Я уже чувствую облегчение, я чувствую, что масса у меня уходит. И я все равно дождусь того результата, который хочу. Я его получу, я знаю точно. Некоторые из вас спрашивают, а что я буду готовить на Новый год? Я хочу вам сказать, на Новый год я буду готовить то же самое, что и все. То есть, если бы я Новый год встречала одна, то я тогда бы для себя все приготовила. Но так как я буду с дочкой, поэтому я буду готовить все, что ей хочется. И будет оливье, и будет мясо. Ну, мясо я сделаю не жареным, сделаю там тушеным. Но так же будут все салаты, сыр, овощи, все, что захочется. Для нее я приготовлю, наверное, пюре. Но я не буду есть пюре, я не буду есть хлеб. Но салаты разные я буду есть, и мясо тоже можно, в общем, есть. Так же можно рыбу, сыр, в общем. Мне в тарелку найдется обязательно, что положить. Я голодной не буду, и все мне будет хорошо. Поэтому, если кто-то из вас хочет все-таки начать худеть, не откладывайте, не ждите Новый год. Начинайте прямо сейчас, начинайте прямо сегодня. И я надеюсь, что все у вас получится. Не переживайте, что вы будете голодны. Голодны не будете. Вот самое преимущество именно раздельного питания в том, что аппетит уходит, он пропадает. Просто не хочется есть. И вы, когда садитесь, вы делаете легкий как бы перекус. Вы остаетесь сыты, довольны и побежали дальше делать свои дела. Но желудок не перегружен, никаких тяжестей нету в желудке, никаких болей нету, ни изжоги, никаких-то там неприятных моментов, которые могут всякие быть. Вы чувствуете себя легко и порхаете над землей. Сегодня я хочу приготовить с вами свой полдник. Я решила сделать это все-таки с вами. Хотя ничего тут особенного делать не нужно, но мне приятно будет еще раз побыть с вами. Ваше присутствие мне необходимо и ваша поддержка тоже. На полдник у меня сегодня будет яблоко с творогом и с йогуртом. Это блюдо можно готовить и на завтрак, и на ужин, и на полдник, когда вам удобно. То есть я иногда делала это на ужин, а на полдник, допустим, ела банан. Один банан, можно одно яблоко, ну какой-то фрукт, какие-то фрукты. Если спешишь и готовить некогда, ну можно это поменять, ничего страшного. Но на обед у меня обязательно идет это мясо и овощи. И все-таки на завтрак я все равно ем овсянку с фруктами, с сухофруктами тоже. Для нашего блюда сегодняшнего, это будет десерт, нам понадобится одно яблоко, творог и йогурт. Я выбираю активию, потому что мне она нравится. Можно питьевой йогурт, можно биобаланс, кто-то любит. Можно просто творожную там активию, ну что-то из йогуртов. Можно даже в крайнем случае залить нежирной сметаной или кефиром. Но просто кефир кисловатый и сметана кисловатая. И тогда вам захочется добавить сахара. Но в таком случае тогда возьмите сладкие какие-то фрукты, или банан, или грушу, что-то сладкое, чтобы не сахарить. Но для меня, вот именно по вкусу, я уже делаю это давно, я такой легкий полдник или ужин делаю давно. И мне нравится заливать это вместо сметаны йогуртом питьевым. Это получается очень вкусно. Ну что, давайте начнем. Яблоко нам нужно очистить от кожуры, а потом нарезать кубиками. Яблочко мы нарезали. Положим его теперь в тарелочку или в пялочку. Добавим туда, наверное, ложечку творога. Творог, смотрите, можете положить по своему усмотрению. Это кому как нравится. Можно чуть больше, можно одну столовую ложку, можно две столовые ложки. Но я творог не особо любитель, я его ем, потому что нужно есть, поэтому много ложить не буду. И заливаем все это питьевым йогуртом и можно перемешать. Вот такой вот десерт у нас получился. Это даже большая порция для меня. Я даже все это не съем. Можно делать меньше. Но, по крайней мере, это будет очень сытная еда. Этим можно наесться до ужина хватит точно. Ну что, ребята, я приготовила это блюдо очень быстро, буквально за 5 минут. В общем, получилась у меня даже большая порция. Я думаю, что можно даже сделать это в 2 раза меньше, то есть половину яблока и сделать немного меньше творога и также всего остального. Потому что, ну, лично я съем отсюда только половину. Половина останется. Я была очень рада, что вы были со мной на этот раз. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok